Это новости, главное за неделю. Прямо сейчас о том, как новгородцы выбирали президента страны, почему Котовская амбулатория стала символом перемен в социальной сфере региона, и чем завершился рождественский марафон для семьи колясочников Саши и Ани. Меня зовут Евгений Янин. Здравствуйте. Россияне выбрали президента. В ближайшие шесть лет руководить страной будет Владимир Путин. Он на этих выборах установил личный рекорд. Его поддержали почти 77% проголосовавших. Свой рекорд и у Новгородской области. Поддержка президента увеличилась почти на 15% по сравнению с 2012 годом. День голосования у нас прошел относительно спокойно. Рекордные явки новгородцы, правда, не показали, но те, кто все же пришел на участки, к волеизъявлению подошли со всей ответственностью. Наталья Савицкая о том, как принималось судьбоносное для государства решение. 544 избирательных участка открылись согласно графику. И ровно в 8 утра появились первые новгородцы, желающие реализовать свое гражданское право. Ранней пташкой оказался мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев. Он пришел на свой избирательный участок к открытию. Мне кажется, сегодня знаковое событие. Да вообще, любые выборы, результаты любых выборов – это барометр. Барометр настроения, барометр погоды в нашем городе, в нашей стране. И мне кажется, люди делают эту погоду. И это просто святая обязанность каждого человека. Погода не только в доме, но и в стране серьезно волнует Шалаевых. Они на выборы президента отправились полным семейным составом. К вопросу, напротив чьей фамилии поставить галочку, старшая дочь София подошла основательно. Накануне изучила биографии и программы всех восьми кандидатов. Она впервые использует свое право отдать голос за главу государства. Я считаю, это гражданским долгом для каждого из нас. И наш выбор – это наше будущее. И если мы не сделаем выбор сегодня, мы можем пожалеть об этом завтра. Ее 16-летняя сестра Ульяна отправилась к другой урне. Она тоже впервые приняла участие в голосовании. Не президентском, а рейтинговом. Ее голос важен не меньше, ведь от выбора Ульяны, ее семьи и соседей зависит то, какие территории будут благоустроены в областном центре в этом году. После выбора кандидатуры на пост главы государства свое мнение по поводу трех территорий для благоустройства отразил в бюллетене и глава региона Андрей Никитин. За хорошие дороги, за хорошее здравоохранение, за хорошее образование в Новгородской области. Ну и, конечно, за то, чтобы у нас был мир. У министерского здания в самом разгаре голосования припарковалась большая грузовая машина – аварийная водоканала. Потопа здесь нет, бригада идет голосовать. В полном составе и во всем снаряжении. Брутальные мужчины заранее подали заявление, чтобы выбрать президента и проекты благоустройства городских общественных территорий именно здесь. Вдруг что прорвет, пока отлучились, этот избирательный участок – ближайший к их базе. Пожелания на исход голосования соответствующие. Поменьше бы нам аварий, как коммунальщиков. Чтобы трубы не ржавели. Да, чтобы трубы не ржавели. Протечек не было, засоров не было. А в 36-ю школу голосовать приехала дежурная бригада медиков. Так получилось, что врач и фельдшер живут в соседних домах, и у них один избирательный участок. Здесь они в 10 утра, потому что по опыту знают в это время меньше всего вызовов. Смена на день выборов выпадала не раз, но доктор Наталья Ревина всегда старается улучшить момент, чтобы проголосовать. Потому что верит в лучшее. Я бы хотела, чтобы у нас медицинские работники одинаково получали заработную плату, независимо от того, где они работают. В Москве, в Санкт-Петербурге или в Великом Новгороде. Потому что вот эта диспропорция, она очень мешает. Уже к полудню стало понятно, что в этих выборах новгородцы проявляют себя активно. Итоговая явка составила больше 57%. 288 тысяч человек пришли на участки. На ведущем предприятии города Акрони традиционно внимательны к правам работников. Для того, чтобы все смогли проголосовать, был смещен график работы. Были изменены маршруты движения автобусов. Для того, чтобы можно было проявить свою гражданскую позицию всем, тем, кто работает сегодня на смене. Хорошую мотивацию для всех, возможно, даже обычно пассивных, в политической жизни граждан обеспечили креативные сотрудники ваших новостей. С их легкой руки и организаторской идеей на участки шли люди в ластах, в обнимку с игрушечным пони и даже загримированные зомби. Пока между кандидатами шла борьба за голоса, они боролись за новенькую Ниву небесно-голубого цвета. Еще до обеда количество фото, участвующих в конкурсе «Я живой», перевалило за тысячу. Уже сейчас есть люди, которые обратили на себя внимание в жанре селфи. Например, это человек, который поставил рядом с собой скелета, надел на него нашу жилетку с хэштегом «Я живой» и вот в таком виде сфотографировался. Особое внимание к событию светскому проявили и те, кто, казалось бы, отошел от Мирского. На избирательный участок насельники Иверского монастыря пришли без сомнений. Проявить свою гражданскую позицию не отказался никто. Никакого запрета на участие в выборах для батюшек нет. Напротив, гражданская процедура в намоленном месте происходит с благословения митрополита. День тишины здесь прошел так же тихо, как и все остальные дни. Монастыре ни за кого не агитировали. Но от мира местные жители не отрезаны. Они вполне в курсе дел на политической арене. Мы смотрим на телевизор, когда все время, хотя времени мало, периодически, хотя редко. Интернет почти у каждого. Газеты читаем. Поэтому, в принципе, мы в курсе важнейших событий в стране. И мы должны быть в курсе этих событий. Потому что люди к нам приходят за помощью. И принимать участие. Да, должны принимать участие. Потому что мы члены общества. Мы люди. Мы не можем себя полностью изолировать. Хотя мы в мастере живем. Все строго в соответствии с законом. Соблюдается таинство. Точнее, тайна голосования. Явка 100%. Священнослужители даже образовали небольшую очередь. Наталья Савицкая. Новости. Главное за неделю. Единственный маломальский скандал на выборах в Новгородской области случился именно в обители. Наблюдатель движения «Голос», который прибыл в Хутунский монастырь вместе с членами избирательной комиссии, усмотрел в ходе выездного голосования монахинь сразу несколько нарушений. Ну, во-первых, общественник посчитал неправомерным проведение процедуры в монастыре. Якобы для этого не было оснований. Во-вторых, помещение не оборудовано кабинками, то есть никакой тайны воли изъявления нет. Ну и главное, что возмутило наблюдателя, монахи не помогали друг другу ставить отметки в бюллетенях. Зачем? Зачем вы показываете, где галочку ставить? Потому что она с инсультом. Но вы не можете этого делать по закону. Поэтому показывали ее. Это нарушение. Потому что она человек на инвалидности. Это будет чувствовать природность. Казалось бы, доводы наблюдателя убедительны. Однако участковая избирательная комиссия сначала соглашается с ними, а потом, сверившись с законом, меняет первоначальное решение и отказывается аннулировать результаты голосования в Хутоне. Давайте попытаемся разобраться, почему. Сразу отмечу, камера на смартфоне наблюдателя голоса, как вы видите, была не единственной в помещении для голосования. Процедура была открытой. Там работала съемочная группа НТ. И эти кадры сняли наши коллеги. На них видно, что игуменья и еще несколько монахинь действительно активно помогают сестрам. Прежде всего, заполнять заявление. Оно и понятно. Монахини, которые принимают участие в голосовании, люди в возрасте. Именно это стало причиной приглашения в монастырь группы Уика для проведения выездной процедуры. О проблемах со здоровьем некоторых сестер они сами говорят общественнику на его же видеозаписи. Имело ли место давление на избирательность со стороны игуменья? Вопрос мировоззренческий. Для тех, кто воспринимает монастырь как некое предприятие, а настоятеля считает его начальником, может показаться, что было. Между тем, игумен не директор завода. С монастырем все несколько иначе. Сами монахи видят свое общежитие скорее семьей, а не корпорацией. И уж точно не находятся в какой-то юридической зависимости от иерарха. К тому же, по закону, помогать избирателю не имеют права лишь члены комиссий. Но этот запрет не распространяется на других граждан. Помогать друг другу можно. Что же касается тайны голосования, то сохранение ее – это право, а не обязанность участника выборов. Никто не запретит вам ставить галочку у всех на виду. Примерно такими доводами руководствовалась территориальная комиссия Новгородского района, когда не поддержала первоначальное решение УИК – аннулировать результаты голосования в Кутинском монастыре. Позже участковая комиссия свое же решение отменила. И мы оставили решение как территориальной избирательной комиссии Новгородского района, так и решение участковой избирательной комиссии номер 1208 без изменения. То есть жалоба была не удовлетворена. Потому что нарушение, волеизъявление было сделано добровольно, никакого принуждения не было. В переносном ящике бюллетени признаются недействительными только в одном случае – если количество бюллетеней превышает, находящихся в таком переносном ящике, превышает количество поданных заявлений. Здесь этого не было. Здесь полностью была соблюдена процедура. Еще одно знаковое для региона событие произошло в минувшую среду. Губернатор Андрей Никитин выступил с ежегодным посланием перед областной думой. С первых слов глава региона подчеркнул, его цель – не просто донести статистические показатели развития Новгородской области, а объяснить, что за ними стоит. Во многом успехи в отраслях и перемены, произошедшие в области, определила поддержка федерального центра, президента и правительства страны. Регион получил дополнительно более трех миллиардов рублей. Еще полмиллиарда были выделены из резервных фондов. И они пошли на решение реальных задач. Каких – расскажет Юлия Бабич. Небольшая по площади амбулатория в поселке Котово Акуловского района. Здесь получают медицинскую помощь 2000 человек, в том числе 200 детей. Кабинеты хирурга и врача общей практики занимает семейная пара – Дарья и Алексей Зубовы. Амбулатория перекочевала сюда в 2015-м, из ветхого здания 40-го года постройки, где сгнила и обрушилась крыша. Но и в бывшем здании военторга до конца прошлого года условия были далеко не райские. Условия здесь были ужасные. Здесь было что-то вроде старого магазина или столовой. Условий, короче говоря, не было. Не было ни кабинетов, был просто один большой холл. Ширмами разделялся процедурный кабинет. Ну и вот так мы существовали. За счет резервного фонда президента здесь оперативно сделали капитальный ремонт. Как итог, в кабинетах приличное освещение, вентиляция, водопровод и канализация. Еще физиокабинет оборудовать мечтает Дарья Зубова. Наверное, было бы совсем хорошо. Не только из-за условий, но и просто потому, что так хочется. Дарья и Алексей намерены работать здесь и не планируют уезжать в большие города. Мы хотим построить дом в Кулотино на выделенные деньги по программе «Земский врач». Ну, останемся. Ну, кто-то должен работать на селе. Потому что, ну, города – это все здорово, прекрасно. Но здесь тоже нужны врачи. Я думаю, что когда-нибудь к нам придет и супертехника. Ну, собственно говоря, на самом деле все зависит от врача. Кутовская амбулатория – иллюстрация того, о чем отчитывался губернатор в минувшую среду перед региональным парламентом. Один пример, а их больше двух десятков. На средства из резервного фонда президента и правительства страны отремонтировали 25 объектов образования и здравоохранения. Причем в районах и даже совсем маленьких поселениях. Для чего? Условия. Это первый шаг к привлечению в эти учреждения молодых кадров. Ведь опасения одного из региональных парламентариев Вячеслава Степанова, озвученные после отчета, вполне обоснованы. Он боится, что через пять лет, когда те же педагоги пенсионного возраста все-таки уйдут на заслуженный отдых, школы региона останутся обескровлены. Планирует правительство разработку какой-то конкретной программы на ближайшую перспективу для решения вот именно этой кадровой проблемы в образовании. Вы абсолютно правильно ставите вопрос. У нас, ну я бы единственное, что для меня вот сегодня приоритет, конечно, здравоохранение, потому что там прямой дефицит уже врачей есть. И вот это то, мне кажется, с чего надо начинать в первую очередь. Хотя по образованию у нас есть с вами немножко времени еще, слава богу. И это время нужно потратить разумно. У нас есть педагогический факультет в университете. И надо, мы с ректором об этом договорились, с исполняющим обязанности ректора, внимательно посмотреть на то, как и кого готовят на этом факультете. Продолжая тему здравоохранения и говоря уже о качестве работы медиков, Андрей Никитин подчеркнул, лучший показатель – снижение смертности. Пока это 1,7% за год. Но развитие системы профилактики заболеваний и их раннее выявление должны увеличить эффективность лечения, а значит, еще снизить смертность. В помощь уже заступающие на дежурство и приобретенные, опять же, за счет резервного фонда президента, флюорографы и маммографы. Это действительно для наших районов, для наших жителей реальная помощь именно в обследовании здоровья, в предупреждении очень серьезных заболеваний, онкологии, туберкулеза. Это очень трудно было действительно вывести наших женщин на маммографическое обследование. Теперь это будет практически дома. Второе, за что региональные власти в прошлом году взялись особенно основательно – дороги. Федеральная поддержка помогла отремонтировать 1 тысячу километров полотна. Вложения за год превысили 4 миллиарда рублей. Судя по заявлению Андрея Никитина, это только начало. Уже согласовано федеральными министерствами и находится на утверждении в правительстве решение о выделении нашей области средств на ремонт автомобильных трасс и мостовых сооружений в объеме, значительно превышающем тот, что мы получили в прошлом году. А это значит, что значительная часть опорной сети региона, то есть жизненно важных транспортных магистралей, и в этом году приобретет вид дорог, а не останется направлениями. Основа для развития территории – транспортная доступность. Вместе с этим Андрей Никитин подчеркнул, сегодня идет разработка новой, адекватной для современных реалий стратегии развития Новгородской области с учетом мнения жителей. Именно для этого и проводились в прошлом году многочисленные общественные сессии, встретившие поначалу немало скептических оценок и насмешек. И, по словам губернатора, услышанное мнение людей не стоило бюджету области ни единого рубля. Юлия Бабич, Ольга Ионова, Нина Крючек. Новости. Главное за неделю. Окончательно подведены итоги благотворительного марафона «Рождественский подарок». Семьи начали получать помощь, которую им собирали всем миром. Половина от общего объема пожертвований традиционно пришла в натуральном виде. Новгородцы несли одежду, игрушки, бытовую технику. Фонд марафона сейчас занят исполнением заявок участников масштабной благотворительной акции. Инвалиды-колясочники Саша и Аня попросили об меблировке кухни и стиральную машину. Для их особенного быта это важно. Подарок им уже был приобретен и установлен. А в гостях у них побывала супруга губернатора Майя Санникова и наша съемочная группа. Ярко-оранжевая мебель вписалась в интерьер их небольшой уютной кухни просто идеально. Это их любимый цвет, располагающий к долгим разговорам по вечерам и новым кулинарным шедеврам. Вопроса, кто готовит сегодня обед, в их семье никогда не возникает. Аня и Саша кашеварят вместе. А дома оба готовим. По первости даже ругались, кто готовить будет. До любимых стало больше любимых, чем было раньше. Когда сам готовишь, все-таки понимаешь, что оно доваренное, приготовленное нормально вообще. Домашняя еда, она лучше. Домашняя еда в общепринятом понимании в жизни этих ребят появилась чуть больше полугода назад. Именно тогда Саша получил однокомнатную квартиру, как сирота. Но жить одному оказалось непросто. Не в плане быта, тяжело быть одному морально. Аня, девочка, с которой он познакомился еще в доме малютки, за годы, проведенные в интернатах, стала ему сестрой. Отдельная жилплощадь помогла ребятам обрести тот самый дом, о котором они вместе мечтали с раннего детства. Свой дом – это, наконец, твой угол. Здесь ты сам себе хозяин. Не кто-то над тобой, а ты сам. Это важно. Я, конечно, переживал, что все-таки мы же жили в интернате, а в интернате много людей. Да, тебя окружало постоянно. Я думал, что буду скучать. Поэтому нет. Тишина все-таки лучше. Вместе с ребятами в квартиру перебралась и их кошка. Девять лет назад Нюся сама нашла их. Сбежала от своих прежних хозяев. Держать домашних животных в интернате не положено, но брату с сестрой пошли навстречу. Их особенную счастливую семейную жизнь омрачал лишь неустроенный быт. Жить в пустой квартире не просто, а приобрести шкаф, кухонную мебель и стиральную машину на пенсию по инвалидности – нелегко. Глава семейства обратился за помощью в фонд «Сохрани жизнь». Так они стали участниками благотворительного марафона. В этом году была собрана рекордная сумма – более 78 миллионов рублей. В нем приняли участие больше полутора тысяч предприятий и 20 тысяч неравнодушных новгородцев. Итоги благотворительного рождественского марафона были подведены только 14 марта. Теперь работу фонда «Сохрани жизнь» по исполнению всех заявок, поступивших за это время, должны проверить члены оргкомитета, чтобы помощь на самом деле дошла до адресатов. В этот день хозяйка квартиры с особой гордостью приглашала гостей за стол. Беседа завязалась не сразу. Аня и Саша вообще не очень любят говорить о сложностях в своей особенной жизни. Впрочем, расспрашивать об этом супруга губернатора, кажется, и не собиралась. Ее больше интересовало творчество ребят. Эти двое – просто кладезь талантов. Вышивание бисером, вокал, выступления в театре. А что вам больше всего нравится из вокала, театра и так далее? Сцена. Ну и, конечно же, наши педагоги. Понятно. А вам, Александр? Ну, я в основном занимаюсь сейчас только театром. Я раньше музыкой занимаюсь, но сейчас как везде все недоступно. Почему? Сейчас в основном это преподают там, где второй этаж, нужно подниматься, полезть. Я пока это дело забросил. Живут душа в душу – это не про них. Две творческие личности всегда найдут повод для споров и бурных дискуссий. Они очень разные. Аня любит гастроли, а Саша от них устает. Для нее каждый новый город – открытие, а он безумно влюблен в Софийскую набережную и Юрьев монастырь. Они почти никогда не совпадают во мнениях по поводу фильмов, передач и даже песен. Но друг для друга они самые близкие и родные люди. И жить душа в душу они, конечно, научатся. А какие у вас еще планы помимо театра? Накопить денежку и застеклить балкон. Благо, кухня уже есть и все с тобой. Хороший план. Алена Суфтина, Савва Ушаков. Новости. Главное за неделю. У меня на сегодня все. Мы увидимся с вами ровно через 7 дней. Как обычно, поговорим о главном за неделю. Через несколько минут информационный вечер на нашем канале продолжит Юлия Бабич и программа «Территория закона». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова